Этот образ для меня – образ свободного человека. Мы видим элегантную фигуру, которая создается на основе линий. Эта линия как бы переходит и создает формы и динамику орнаментального рисунка. Это влияние грузинской средневековой живописи и влияние восточной миниатюры в его творчестве играло главную роль. Ладо Гудьяшвили уже после, когда он поехал в Париж, когда он создавал тамы, когда он дружил уже с Пикассо и с разными интересными людьми, он стал очень популярным. Его творчество очень ценили, потому что все говорили, что он грузинскую эстетику, эстетику грузинской культуры он никогда не терял. Он все время, вот эта индивидуальность его сохранилась до последнего. Он остался до последнего свободным. Он никогда не рисовал, допустим, там Ленина или Сталина. Вот я могу сказать, что он, наверное, единственный человек. Не то, что другие плохие были из-за того, что соответствовали времени какими-то изображениями, но он выстоял, он как-то продержался. Конечно, он был изгнан из академии, он много времени не выставлялся абсолютно. Только после смерти Сталина его стали выставлять. Он был счастливчиком, как, допустим, Тициан в свое время, как, допустим, Пикассо в свое время. Изначально, с самых первых лет его творческого развития, он был очень известным, он был очень востребованным, он был очень интересным и он участвовал во всех интересных процессах грузинской культуры.